Это неизбежно, эти мысли возникнут. И я думаю, Кремль понимает прекрасно, что нельзя давать этим мыслям у нас зарождаться, тем более мы уже как ненадежные себя показали, показываем на протяжении этих веков, ненадежными с точки зрения России, я имею в виду, постоянно стремящимися выйти из-под оккупации, жить свободно, иметь собственную государственность. Тумсо, добрый вечер. Правильно ли понимаешь, что кадыровские власти не создали большого количества производства на территории Чечни и не развили современное сельское хозяйство? Про науку молчу уже. Ну, тут очень мягко так, знаешь, сказал. Не развили, как ты сказал, не создали большого количества производства на территории. Это очень мягко. Это создается впечатление, что они какое-то малое количество создали. Но нет, на самом деле, конечно, нет. Я бы сказал, что они практически не создали вообще никакого производства. Они превратили Чечню в такой регион обслуживания. То есть, очень много малого такого бизнеса, но в сфере именно обслуги, понимаете? То есть, очень много, допустим, ресторанов, всяких домов торжеств. Просто полно. Выбор нереальный. Очень много всяких салонов красоты, парикмахерских, там, каких-то, ну, вот в этом направлении, в общем, каких-то там услуг, чтобы делать людей красивыми. Очень-очень много. Реально тоже конкуренция высокая. Но вот чтобы, допустим, что-то именно производить, что можно было бы, наоборот, экспортировать, понимаете? Такого, конечно же, нет. Ничего удобного не делается. И делать это они, походу, не собираются. И вот здесь вот вопрос. Вопрос. Они как бы сами не хотят это делать или сверху им не дают? Я думаю, им все-таки не дают. Я считаю, что это все-таки был бы и их интерес, на самом деле, поставить такое крупное производство. И я знаю, что Кадыров очень серьезно лоббировал вопрос постройки нефтеперерабатывающего завода Роснефти. И даже территория была выделена, то есть у него где-то на каком-то уровне, видимо, там, на этапе каком-то переговорном получилось добиться некого ответа, что да, все, типа, строим. Но это, по всей видимости, была какая-то обманка. И они тогда, я помню, какую-то бурную деятельность развили на одной из окраин Грозного, где раньше были заводы, кстати, тоже. Там они, значит, территорию сразу огородили, и даже капсулу там зарыли. Что, типа, вот сейчас здесь начинается бурное строительство нефтеперерабатывающего завода. Как вы понимаете, нет, ничего готовного, конечно же, не произошло. Никто там не собирался, Роснефти вообще это неинтересно. Нефть качается, нефть перегоняется эшелонами, трубами. В основном по республике трубами собирают ее, по-моему, червленная наливная называется это. Место туда они ее, значит, загоняют, а дальше уже эшелонами эту нефть отправляют. Но перерабатывать ее на территории республики не хотят. С чем связана такая политика? Я думаю, как раз с тем, чтобы не давать нашим регионам, и это касается не только Чечни, вообще кавказским регионам, не давать им возможности стать самодостаточными. Мы должны всегда ощущать себя в зависимости. То есть, если нам Москва не пришлет денег, то как мы выживем? Отсюда и идут вот эти вот посылы Кадырова. Помните, он заявлял, что столько-то миллиардов в год там, значит, дает нам Москва. Откуда мы эти деньги возьмем, если, значит, мы будем независимыми? Как мы будем содержать? Вот чтобы у людей не было ответа на этот вопрос, чтобы и Кадыров не знал, как. Поэтому нам не дают их развивать. Если у нас будет хорошее производство, будет хорошая экономика, если регионы перестанут быть дотационными, начнут сами себя обеспечивать, да еще и федеральный бюджет, что-то там скидывать в виде налогов, допустим, то, ну, хочешь не хочешь, начнут возникать мысли, а почему бы нам не отделиться, зачем нам еще кого-то содержать, какие-то там бедные регионы в России или вот этих зажравшихся чиновников в Москве, зачем нам это надо, лучше мы будем оставлять это у себя. Это неизбежно, эти мысли возникнут. И я думаю, Кремль понимает прекрасно, что нельзя давать этим мыслям у нас зарождаться, тем более мы уже как ненадежные себя показали, показываем на протяжении этих веков, ненадежными с точки зрения России, я имею в виду, постоянно стремящимися выйти из-под оккупации, жить свободно, иметь собственную государственность. И поэтому они постоянно держат нас на таком контроле, постоянной зависимости, и не дают нам никакое производство у себя развивать. Так, Литва, парламент, точнее Литвы, признал Россию страной-спонсором терроризма. Это произошло сегодня. Об этом, разумеется, написали всевозможные издания. Уже Государственная Дума ответила на что они, значит, примут там соответствующие меры, какие это могут быть меры. Но, наверное, они в ответ объявят Литву страной-спонсором терроризма. Страны НАТО сразу же заявили о том, что будут укреплять балтийские страны. Но у меня в связи с этим объявлением России-страной-спонсором терроризма появились вопросы, на которые я не нашел ответов. Я бы хотел их здесь озвучить, вместе с вами пора рассуждать на эту тему. Может быть, кто-то где-то в чате, в комментариях нам ответит на этот вопрос. Каковы юридические и фактические последствия этого решения? Вообще, что это значит? Страна-спонсор терроризма. Значит ли это, что страна является террористической? То есть, ИГИЛ и Россия, это теперь для Литвы одно и то же? Либо там есть какие-то нюансы. То есть, спонсор терроризма, это еще не террористическая организация, не страна. То есть, как вот это вот понимать? Я не нашел на это ответ, к сожалению, никто не дает каких-то разъяснений. Все лишь говорят о том, что страна объявлена. И мне вот интересно, а вот далее, какие будут последствия? Солдаты российской армии, они теперь считаются террористами, как российские солдаты и ИГИЛовицы? Это теперь одно и то же? Если да, то, соответственно, его как террориста нужно арестовывать и сажать, если где-то он будет обнаружен. И если это так, то намерена ли в дальнейшем Литва преследовать этих людей как террористов, объявлять их, соответственно, в международный европейский розыск, будут ли они арестовываться, выдаваться? Каково это положение? Ну, мы знаем, да, если какой-то человек является членом террористической организации, то это все ни в одной стране этого мира. Даже если он там не совершал преступления, ну, однозначно он будет задержан, арестован, выдворен. Будет ли то же самое происходить у вас с российскими солдатами? В общем, это такие вопросы, на которые я, к сожалению, ответов не нашел. Очень хотелось бы, на самом деле, узнать, каковы последствия. Может быть, если это так, если реально за этим последуют очень серьезные такие жесткие меры, может, еще какие-то страны последовали бы за Литвой в этом вопросе. Мы знаем, что в США поднимался этот вопрос, по-моему, Конгресс его направлял в Государственный департамент США, для того, чтобы они рассмотрели вопрос о признании России страной спонсором терроризма. Но вот дальнейшие последствия, которые пойдут за этим решением, вот они не совсем понятны. И было бы хорошо вот это узнать. Субтитры создавал DimaTorzok